Столетняя Екатерина Богдана радушно принимает гостей. На платье юбиляра – медаль за боевые заслуги. Поздравить ветерана Великой Отечественной в этот день приходят не только дети, внуки и правнуки, но и руководство города. В качестве подарка – роскошный букет, именинный торт, речной пейзаж и искренние пожелания в адрес хозяйки дома. Это юбилей, который заслуживает внимания не только близких и родных, но и, конечно, органов исполнительной власти. Это период времени, за который было все – и исторические события, и радости жизни. Они пришли с одной целью – пожелать, прежде всего, здоровья и обязательно того количества правнуков, внуков, которые есть, чтобы их становилось все больше, больше и больше. Екатерина Дмитриевна родилась в селе Вышеславское Владимирской области в многодетной семье. В 1940-м поступила в Ногинскую фельдшерско-акушерскую школу. Окончить ее помешала Великое Отечественное. В феврале месяце 42-го года их досрочно выпустили всех. Выпустили и сразу они пошли в военкомат и пошли на фронт. Но маму взяли, она говорила, не могли еще особо там уколы делать, что-то ухаживать за больными. Но пришлось идти. Смертельная опасность, голод и изнурительная работа. Шел 42-й. Екатерина Богдан трудилась на фронте медсестрой в госпитале. Ухаживала за ранеными в тяжелейших условиях. Сопереживала и чувствовала чужую боль как свою. Позже, под впечатлением тех дней, написала стихи. Тестра в белоснежном халате. К больному бойцу подошла. А здравствуй, родимый, глубока ли рана твоя? Война закончилась, но советские солдаты еще долго восстанавливали здоровье в госпиталях. В одном из них продолжала работать наша героиня. Демобилизовалась лишь в 47-м. Там она встретила и своего будущего мужа. Пара уехала на родину супруга в Бобруйск. С 52-го по 83-й женщина трудилась медсестрой в железнодорожной поликлинике. Коллеги-путейцы не забывают. Большая честь 1-го марта, сегодня такой красивый день, прийти к этому уважаемому человеку. Ну и сказать ей большое спасибо за работу. Ну и поблагодарить и пожелать самое главное еще ей долгих-долгих лет. Екатерина Дмитриевна много сил отдавала семье. Вместе с мужем воспитали трех дочерей. Своим главным богатством считает шесть внуков, восемь правнуков и одну проправнучку. Женщина стала для них не только образцом заботы, но и примером. Многие связали жизнь с медициной. Мы записываем рассказы, воспоминания тех, кто остался еще. И хочется, конечно же, чтобы и молодежь побольше приходила, и разговаривала, и слушала, и слышала, о чем говорят наши ветераны. Безвозвратно уходит целая эпоха. А вместе с ней поколение мужественных людей, которые на себе испытали все ужасы войны. Список становится все короче. Сегодня в Бобруйске осталось всего 54 ветерана. Трое перешагнули. Столетний рубеж. В год исторической памяти особенно важно не только дарить им заботу, но и успеть поговорить. Узнать всю правду о победе советского народа. Татьяна Горбач, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok